Просматривая очередной псевдоисторический бред, полное видео на эту тему выйдет чуть позже. Так вот, я услышал цитату и увидел соответствующую запись, и узнал много интересного, и делюсь этой информацией с вами. Документы, представленные в актах для истории Южной и Западной России, свидетельствуют, что в середине 17 века Украина, как субъект международных отношений, существовало. И вот из этой самой приведенной цитаты мы можем узнать отчасти и географию, или составные части Украины. И далее идет перечисление. В Малой России, и на Волыне, и Подоле. Некая Малая Россия, Волынь и Подоле являются составными частями всей Украины. То, что Украина, в 17 веке, была субъектом международных отношений, даже комментировать не буду, это просто смешно. Меня больше заинтересовала надпись, где перечисляются, Украина, а потом еще и Малая Россия, и Волынь, и Подоле. И тут же возникает вполне адекватный вопрос. А почему нельзя было написать, просто Украина, без перечисления, всего остального, если все это в 17 веке, считалось Украиной? Так вот, как оказалось, перечисляются все эти регионы, по той причине, что Украина, Подолье, и Волынь, это были совершенно разные регионы. То есть он просто снова солгал. Вот официальная польская карта. И тут мы хорошо видим, что Украина, это регион, который находится между Россией и Польшей. Но рядом с Украиной, хорошо видны отделенные от Украины, такие регионы, как Волынь и Подоле, и все остальные регионы. То есть Украиной в те времена, называли небольшой отрезок земли между Россией и поляками. А вот с кем как раз Украина была в равнозначных отношениях, или значениях, так это только с той же Волынью и Подолеем. Это были совершенно разные регионы, поэтому они все и перечисляются. А регионом Малая Русь, называли ту часть Южной Руси, которой владела Россия. А эта карта датирована 1660 годом. Тут также хорошо видно, что Украина закрашена в зеленый цвет. И находится она между Россией и Речью Посполитой. При этом отдельно выделены регионы Подолье и Волынь. Вот еще одна польская карта 1720 года. Тут также все эти регионы отделены друг от друга. И все написано одним шрифтом, без какого-то выделения слова Украина. И таких карт очень много. Я оставлю ссылки на них, под видео. Вот еще одна карта, уже 1830 года. Тут опять же видим название Украина, которое находится между Россией и Польшей. И тем же шрифтом выделены Волынь, Подолье и остальные регионы. То есть даже в 19 веке, эти регионы еще не были Украиной. Есть даже польская книга, которая описывает эти регионы. И мы можем увидеть такие записи, как Подолье и Украина. То есть, что-то совсем разное. Или, например, Волынь и Украина. Тут же можно увидеть, кто жил на этих землях. И на каком языке они говорили. Вот еще одно описание этого региона. И опять же видим, что Украина, это такой же регион, как Галичина и Подолье. И дальше по списку, все видите сами. И снова же, мы можем увидеть, на каком языке говорила Галиция. И даже на знаменитой карте Баплана, которую любят украинцы. И на которой, кстати, написано, что Украина, это просто регион Польши. Волынь и Подолье, выделены отдельно. На этом у меня все. Всем пока.